привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала ати навигатор с вами сегодня хочу рассказать вам о лучших четырех расширениях для gnome shell по моему мнению вот собственно установил я себе ubuntu 16 04 gnome решил все-таки привыкать к gnome опять чтобы рассказать вам о новой ubuntu 17 10 позже ну и попытаться в общем то смогу ли я опять вернуться на gnome если какие-то недостатки ну речь сегодня не об этом открываем дополнительные параметры настройках вашего gnome но вернее в меню приложений до дополнительные параметры и раздел расширения напомню вам что установить расширение можно пролистав вниз здесь есть загрузить дополнительные расширения официального сайта расширений для gnome ну и собственно при первой загрузке сайта вам предложат установить расширение там для firefox или хрома неважно и при переходе там дано скажем так любое расширение вам предложить его включить либо выключить либо установить если расширение не установлена допустим что у меня здесь не установлена допустим sound input а ну нажимаем переключатель включить и она предложит ну короче установит это все и все будет замечательно вот так же можно добавлять свое и посмотреть собственно установленное расширение ну вот собственно они какие-то были стандартно установлено какие-то нет ну неважно идею вы поняли также здесь есть удобный поиск ну и расширение здесь достаточно много 33 страницы замечательно но сегодня же я расскажу о лучших по моему мнению так первый который я устанавливал это кофеин без него я никуда потому что иногда в общем бывает смотришь какой-нибудь фильм там может быть какой-то нестандартный проигрыватель и очень часто блокируется экран во время всего этого либо он тухнет такое иногда бывает к сожалению на винус такое бывает на минус вот чтобы такого не случалось либо вы что-то долго там читаете там не знаю вам нужно чтобы ваш экран не засыпал есть простое расширение которое называется кофеин работает просто включает и выключает автоматическое отключение экрана вот пара с чашечки кофе не идет значит у нас экран будет засыпать пар пошел в общем-то экран засыпать не будет замечать следующее расширение это дэш тудок с помощью именно этого расширения он давайте его выключу вот мой дэш пропал и вот собственно наше приложение в стандартном месте вашего gnome shell вот ну если мы включим дэш тудок и он вернется на прежнее место ну в стиле как у mac os также здесь есть очень много настроек можно показывать на основном мониторе если вас там два монитора там на втором на первом неважно на всех мониторах слева снизу сверху справа можно настроить скрывать автоматически можно там интеллектуальное скрытие на таким вот образом можно ограничить размер дока также можно настроить размер иконок в общем можно настраивать показывать избранное приложение не показывать отображение миниатюр и иконки запущенных приложений можно настроить поведение использовать сочетание клавиш не использовать в общем как unity вот что мне нравится как unity можно запускать приложение допустим windows 1 вернули chrome зажимаем и на доки если вы видите сейчас одну минутку windows допустим 1 а и вот мы видим номера на вашем доки то есть первое там сколько делать приложение здесь запускается по горячим клавиш замечательно внешний вид можно настроить встроенную тему можно использовать гномовскую можно тогда задать прозрачность непрозрачность неважно в общем скруглять углы не скруглять и прочее так следующее расширение которое мне пользуюсь это расширение погоды на безоблачная температура показывается и при открытии собственно показывается на ваше местоположение температура ближайший прогноз погоды там да в общем как ближайший текущий до сегодня она и ближайшие на завтра можно обновить запросить заново местоположение информация провайдере настройках что здесь у нас собственное местоположение указываем источник данных в общем о погоде до источник геоданных единицы измерения настраиваем отображение куча разных параметров ну и в принципе и все вот последнее расширение которое очень крутое которым я постоянно пользуюсь это цепью фрек вот оно собственно вы можете сказать то блин это расширение ты уже 300 раз показывал то на ubuntu выбираешь режим работы да и в принципе все там чисто процессора может подправить в гноме именно нутра что на юнити накидах очень скажем не очень это функционально было все на гноме я заметил возможно это в новых версиях там на ubuntu также это все присутствует отпишитесь пожалуйста в комментариях если я не прав в общем-то теперь здесь все очень круто вот наводим на это расширение нас показывается частота процессора в реальном времени есть пресеты консервантивный там он demand power save performance и можно вручную задать частоту что замечательно можно задать минимальным максимальную частоту процессора можно задать количество активных ядер вашего процессора включить выключить turbo boost в общем имеются пользовательские пресеты можно настраивать ну и запоминать не запоминают настройки и сделать релот в общем расширение замечательное всячески пользуюсь и вам рекомендую друзья такой был мой обзор если вы знаете какие-то свои крутые расширения милости просим в комментарии буду очень рад услышать давайте делиться интересностями и полезностями в общем надеюсь было интересно повторюсь еще раз мои расширения которые вам советуют это кофеин дэш тудок цепью фрек и open weather пользуйтесь на здоровье всем спасибо и пока пока